Добрый день. Я тогда по олдскульному с микрофоном в руках. Слышно же хорошо, надеюсь. Давайте начнем. На самом деле здорово, что так получилось. Мой доклад будет в некотором смысле продолжение выступления предыдущих спикеров, потому что мы за системный подход в продажах и мы в том числе развиваемся по франшизе. Меня зовут Кукарцев Кирилл. Я отвечаю за коммерческий блог в компании. Компания Двагис. Я надеюсь, что всем известная. Делаем мы замечательный продукт с одноименным названием. В настоящий момент продукт представлен в семи странах. Аудитория собственных продуктов более 32 миллионов. Порядка 7 миллионов, еще 6 копейками мы фиксируем в партнерской сети. Ну и в общем мы представлены на всех основных версиях. Продукт полностью бесплатен для пользователей и монетизация его происходит за счет продажи рекламы. Вот собственно про это я сегодня и расскажу, как мы продукт монетизируем. Прежде чем перейти, я два слова хочу сказать про основные факторы успеха компании. Во многом это связано с тем, что мы все делаем сами. Мы не покупаем чужую экспертизу, не покупаем чужие ошибки. В общем если мы их допускаем, мы допускаем их сами. Идем на это осознанно. Потому что только благодаря полному контролю за всем циклом, за всеми процессами в рамках нашей компании мы достигаем абсолютного контроля, мы достигаем гарантированного результата. У нас собственный достаточно большой штат разработчиков, более 350 человек. Собственный производственный департамент тоже достаточно большой. Ну и собственно собственный штат сейлс-менеджеров. Про производственный процесс два слова скажу. Про создание справочника, про создание контента, потому что важно для следующей части презентации. В общем-то мы у нас все начинается как у любых других крупных картографических сервисов. Мы покупаем, единственное что мы покупаем на самом деле это космические снимки, после чего собственный картографический отдел отрисовывает. И параллельно с этим мы собираем данные. Собираем данные об организациях. То есть у нас есть контакт-центр, который звонит в компании и выверяет информацию. У нас есть так называемые пешие операторы, которые ходят в компании, потому что не все в компании в городе можно дозвониться. Просто у них элементарно может не быть телефонов и необходимо просто приходить ногами. Ну и собственно за счет этого мы достигаем полноты. А актуальность поддержана за счет того, что с определенной периодичностью, это два или три раза в год в зависимости от масштаба города, мы в обязательном порядке звоним в каждую организацию в городе и актуализируем данные о ней. Собственно про продажи. Значит я расскажу про то, как мы строим продажи в рамках нашей компании. Компания у нас достаточно большая, коммерческое подразделение. Это более полутора тысяч человек. То есть это и продавцы, и руководители среднего звена, то есть которые управляют продавцами. Ну и собственно и руководители там верхнего уровня, которые отвечают за итоговый результат. Я думаю, что, надеюсь по крайней мере, что в рамках моего доклада не будет открытий. Это где-то, не знаю, там системная, где-то монотонная работа, которую мы делаем изо дня в день. Но на мой взгляд как раз это и ценно для большинства бизнесов, потому что все это можно применять у нас. Наш опыт, которым я постараюсь поделиться, его можно будет применить в ваших компаниях, например. Про структуру. Про структуру коммерческой функции, типовой бизнес-единицы, два ГИС. В общем-то у нас есть, понятно, что есть первое лицо, директор, у нас есть руководитель отдела продаж. Он может быть опционально, то есть зависит от размера бизнеса, конкретной бизнес-единицы. То есть может быть, может не быть. Но в обязательном порядке присутствует руководитель групп продаж. Именно этот сотрудник является ключевым звеном, то есть именно данный сотрудник отвечает за оперативный процесс управления продажами. И у каждого руководителя группы есть шесть человек в прямом подчинении. То есть те самые менеджеры по продажам, которые за дня в день встречаются, предлагают наши услуги и вообще-то добиваются результатов. Шесть цифра, в общем, она с одной стороны такая эталонная, наверное, во многих учебниках по менеджменту можно прочитать о том, что это оптимальное количество человек, находящихся в прямом подчинении. Мы еще, для нас это важно еще и потому, что мы стремимся к тому, чтобы руководитель групп продаж минимум один рабочий день в течение рабочей недели посвящал конкретному сотруднику. То есть оказывал полевое сопровождение, помогал ему в назначении встреч, помогал ему во встречах непосредственно с клиентами. Поэтому для нас это важно. То есть дней рабочих пять, менеджеров шесть. Но, в общем, как правило, есть сотрудники более опытные, которые требуют к себе меньше внимания. Поэтому данное количество для нас является оптимальным. Теперь два слова про численность. То есть, как я уже сказал, более полутора тысячи человек представителей коммерческой функции работает в компании, в том числе филиальной сети порядка шестиста. Как раз вот у наших франчайзи-партнеров порядка семиста менеджеров работает. То есть таким образом примерно тысяча триста человек работают изо дня в день в полях. Филиальная сеть у нас представлена в основном городами-миллионниками, в том числе, безусловно, Москва. Это город филиальной сети. Партнерская сеть работает абсолютно по тем же процессам, по тем же стандартам, которые приняты в рамках всей компании. Но единственное, что управляется нашими партнерами. Собственно, чуть подробнее про это рассказали уже ранее. Количество руководителей групп продаж, то есть, повторюсь, это ключевые сотрудники в рамках нашей системы. Более двухсот. Ну и в отдельных городах есть руководители отделов. Потому что просто филиалы большие, и там требуются эти сотрудники. Два слова про цикл продаж. Он, опять же, типовой. Он, думаю, что мало чем отличается от любых других отраслей. Все у нас начинается с подбора базы. И для нас это является ключевым на самом деле элементом. И, собственно, я неспроста рассказал про то, что чуть подробнее рассказал про этапы создания нашего продукта, нашего справочника. Потому что во многом на основе этой информации мы формируем дальнейшую базу для проработки. Таким образом, есть этап подбора базы, есть этап назначения встречи, есть непосредственный этап продажи. И четвертый этап, ну он смысловой, то есть он там дальше, могут еще быть вариации. Это постпродажный сервис. Опять же, про него ранее сказали. То есть я, ну, в рамках первого доклада, я расскажу, что мы понимаем по спотпродажным сервисам в рамках нашей компании. Подбор базы. Давайте, в общем, я два слова расскажу. Критериев достаточно много, по которым мы формируем базу для последующей проработки. У нас большой массив информации, большой массив данных об организациях. Соответственно, мы учитываем определенные важные для нас элементы при формировании базы для последующей проработки, для последующего назначения встреч. Значит, здесь важно упомянуть, что мы не работаем с физическими лицами, то есть мы, в общем, нас монетизируем за счет организации, за счет бизнесов. То есть мы B2B продажи осуществляем. Поэтому нам важно после подбора базы у нас важным для нас элементом является выявление лица, принимающего решения. И, в общем-то, про это чуть подробнее расскажу дальше. Всего критериев, по которым мы формируем, ну, отфильтровываем базу, более 30. Здесь приведены ряд из них. Понятно, что отдельные из них используются чаще, другие используются реже. Но, так или иначе, мы, в общем, любой из этих фильтров можем учитывать при подборе базы. Есть прочие критерии, но они уже связаны с нашими внутренними процессами. То есть мы не допускаем, когда за одним менеджером закреплено избыточное, на наш взгляд, количество компаний. То есть мы ориентируемся на то, что база должна активно, с базой должны активно работать. И поэтому следим за этим тоже очень внимательно. Важнейший критерий, особенно для отдельных городов, это так называемые, ну, в рамках нас это рабочее название, это соты, наше внутреннее название. То есть это деление городов, деление территорий на определенное число территорий, в рамках которых, ну, собственно, формируется база. Основная задача соты – это оптимизация логистики, потому что у нас, ну, есть нормативы по количеству встреч, и мы понимаем, что если встречи будут назначены в разных концах городов, то их просто менеджер не сможет совершить. Поэтому, ну, сейчас здесь приведен пример Москвы. Москва – это, ну, просто для информации, это 1700-сот. Типовой город – миллионник. Вот теперь мы считаем типовым городом миллионник, но это примерно в 10 раз меньше. Важная штука еще связана с тем, что мы два ГИС, мы справочник, соответственно, у нас пользуется достаточно большая аудитория, и мы анализируем частоту и активность обращения наших пользователей к конкретным отраслям, к конкретным компаниям, и можем эту информацию учитывать при подборе базы, опять же. Ну, на данном слайде я визуализировал пример, собственно, сезонности, скажем так, динамики спроса на одной из отраслей. Здесь приведена, ну, в частности, отрасль бани-сауны. Почему бани-сауны? Потому что, ну, в общем, хотел такой не самый очевидный, что ли, для в части сезонности бизнеса показать, что он по факту оказался достаточно ярко выраженной сезонностью. То есть понятно, что там, условно, там какой-нибудь шиномонтаж или фейерверки, но, в общем, там сезон очевиден и не сезон очевиден. А вот по таким пограничным, скажем так, отраслям, ну, это уже не столь явно, мы этой информацией владеем и имеем возможность, соответственно, к нужным компаниям обращаться в нужный период времени, соответственно, делать какое-то внесезонное предложение, либо, наоборот, идти, когда понимаем, ну, что у компании есть спрос и с высокой вероятностью он заинтересован в продвижении. Просто пример интерфейса. Я ранее рассказывал про критерии подбора базы. В общем-то, в рамках данных интерфейсов у нас работают сотрудники. Ключевой смысл здесь стоит в том, что есть набор атрибутов, по которому менеджер может отфильтровать всю базу и, в общем-то, выбрать те компании, с которыми он считает наиболее перспективным для себя работать. Безусловно, ну, то есть ранее я рассказал про работу с холодной базой. Есть те клиенты, которые, в общем-то, сами выражают заинтересованность в платном сотрудничестве с нами. Ну, это горячие, теплые клиенты, как угодно их можно называть. Они есть, опять же, у каждого бизнеса. Для нас это, ну, с одной стороны, очень желаемая аудитория, а с другой стороны, большую ставку мы на нее не делаем, потому что, ну, с одной стороны, их доля в общих продажах небольшая, то есть порядка 10%, и она, в общем, достаточно такая стабильная. Ну, с другой стороны, мы понимаем, что мы сильны в другом. И здесь для нас при работе с этой аудиторией ключевым является эта скорость отработки. При этом мы, опять же, не гонимся здесь, наверное, за какими-то минутами. У нас есть нормативное значение. В течение 24 часов обращение клиента должно быть обработано нашим менеджером по продаже. То есть, если клиент сам доступным способом инициировал заинтересованность в сотрудничестве с нами, в течение следующих 24 часов менеджер с ним гарантированно свяжется. В случае, если не свяжется, есть внутренние регламенты по передаче этого клиента от менеджера к менеджеру. То есть, к тому менеджеру, который более заинтересован в потенциальном клиенте. Мы не стремимся связаться с клиентом в течение 30 секунд, 30 минут, часа. Просто по одной причине у нас есть понятный нам процесс продажи. У нас есть понятный нам процесс подбора клиентской базы для проработки. Ну и, в общем-то, мы поэтому не стремимся здесь подстраиваться под какие-то такие, пусть приятные, но форс-мажоры. То есть, наоборот, эти приятные форс-мажоры встраиваем в общую систему. Собственно, то, что касается первого этапа, все, что касается подбора базы. Ну и, наверное, ключевая важная штука – это все, что связано с активностями наших ребят, наших силзов и контролем этих активностей. Табличка, может быть, не самая простая, но на самом деле тут вариации на тему голубого цвета. В общем, левая часть – это то, что касается звонков, правая часть – то, что касается встречи. Поясню. Типовой рабочий день нашего менеджера делится на несколько смысловых этапов. Одним из основных этапов является так называемый горячий час. Это, как правило, интервал с полдесятого до полдвенадцатого, то есть он, как правило, полтора или два часа занимает, в рамках которого менеджеры ничего не делают, кроме того, как звонят по телефону с целью назначить встречи на завтрашний день. Целевым параметром является четыре назначенные встречи, необходимым количеством является три, но назначаем четыре, потому что с вероятностью 99,9% одна из встреч отвалится, либо перенесется на следующий период. Поэтому, собственно, контролируем достаточно детально. В течение горячего часа руководители групп продаж каждые полчаса получают отчеты по своим сотрудникам, в рамках которых могут видеть активность конкретного менеджера и достигнутый результат. То есть идеальной картинкой является, когда правая часть по итогам горячего часа по каждому менеджеру есть четыре назначенных встречи. Не только в рамках руководителей групп продаж осуществляется контроль, то есть мы контролируем это на уровне управляющей компании, то есть на уровне головного офиса, видим эту информацию и в состоянии также при необходимости оперативно вмешиваться в процесс. Ну, собственно, вплоть до каждого города, до каждого сотрудника. Здесь просто варианты интерфейсов приведены. Помимо назначенной встречи контролируется также, ну, собственно, не только количественное, а количественный факт, что там четыре назначенных встречи есть. То есть контролируется уже, ну, постанализ проводится, контролируется, ну, качество проведенной встречи. Во-первых, что встреча, да, была, потому что, в общем, бывает всякое. Встречи могут быть запланированы, но не состоятся. Встречи могут быть не запланированы, не состоятся. Поэтому по итогам проведенных встреч в обязательном порядке проводится выборочная проверка в рамках сервисных звонков. То есть звонит специально обученный человек по репрезентативной выборке, скажем так, в каждом городе и уточняет содержание, скажем так, и ход встречи, ее итоги. Собственно, к чему это все приводит? Наверное, ну, как квинтэссенция того, что было сказано выше. Значит, текущие… здесь примерные параметры приведены. То есть понятно, что они от города к городу могут разниться. Но в целом у нас целевым значением, ориентиром на текущий момент, является три новых продажи на менеджера. Мы их достигаем, ну, в большинстве городов. Ну и, в общем-то, достигаем за счет определенного числа активностей, которые мы проводим. То есть воронка, она абсолютно счетная. Это здорово, потому что позволяет нам достаточно четко планировать и прогнозировать результаты своей работы в будущие периоды. То есть мы знаем, что… ну, ключевое, что нам нужно знать, это количество менеджеров, которые будут с нами работать в следующий период и ту производительность труда, которая есть, либо ту, которую мы хотим добиться. Я намеренно в рамках данного доклада, ну, опустил все вопросы, связанные с подбором, с адаптацией, с выводом на результат менеджеров, потому что это, в общем, такой отдельный блок, отдельная большая задача. И понятно, что те самые пресловутые воронки продаж, они могут существенно разниться. То есть здесь приведена средняя по больнице. У лучших менеджеров понятно, что она существенно лучше, у худших другая тоже. Ну и, собственно, последний этап в рамках текущего нашего цикла продаж. Это постпродажный сервис. Значит, тоже на данном слайде приведена интуитивно понятная таблица. Ключевое, что здесь нужно понять, что есть ряд этапов в рамках сотрудничества с конкретным клиентом. Типовой срок размещения в 2GIS — это 6 месяцев. И в течение этих 6 месяцев мы стремимся совершить с каждым клиентом максимальное число контактов, скажем так. Заданное количество — 6. То есть мы обязаны ежемесячно контактировать, наш менеджер обязан контактировать со своим клиентом с разными целями. Ну то есть цели, понятно, что они прописаны, форма контакта тоже может быть разная. То есть когда-то это может быть информационное письмо, причем отправлено не менеджером, а со стороны управляющей компании, ну со стороны головного офиса. Может быть телефонный звонок личный, может быть личная встреча. То есть в зависимости еще раз от этапа размещения клиента, способ контакта с ним, он разнится. Ключевая цель, понятно, что это процент продлений. То есть мы заинтересованы в том, чтобы наш клиент сотрудничал с нами как можно дольше. Это первая основная цель. Вторая цель — это формирование, ну собственно, у 2GIS имиджа и восприятия в качестве клиента-ориентированной, заинтересованной в результате сотрудничества, ну образа, скажем так. Ну и, собственно, наверное, результат, насколько мы достигаем. На мой взгляд, результаты, те, которые демонстрируют компании, они хорошие. Также текущий уровень удовлетворенности сотрудничества с нами от клиентов, он составляет 70%, то есть 70% бизнесов работают с нами постоянно на регулярной основе, то есть они пролонгируют отношения с нами. Мы проводим ежемесячные опросы по уровню удовлетворенности. И это оценка по 10-бальной шкале 8.5. В общем, есть куда к чему стремиться. Это, опять же, средняя больница по филиальной сети. Она не эталонная, заданный уровень у нас выше. Но начинали мы с 7. И вот в течение двух лет, планомерными шагами, довели его до этой цифры. Ну и оборот компании в прошлом году состава превысил 4 миллиарда рублей. В этом году он будет больше, существенно больше. То есть растем, развиваемся. Собственно, у меня финальный слайд. В то же время осталось. Готов ответить на вопросы, если они есть. Спасибо. Кирилл, спасибо. У вас достаточно специфический получается бизнес, в общем-то. Если какой-то менеджер по продаже рекламы в каких-то более традиционных вещах захочет работать у вас, какая у него будет основная специфика, что ему нужно будет, к чему особенно сильно надо будет привыкать и адаптироваться? На самом деле, если он уже менеджер по продажам рекламы, ему особенно сильно ничем адаптироваться не придется. У нас есть собственный учебный центр, в каждом филиале обязательно есть собственный тренерский штаб. И, в общем-то, через неделю мы выпускаем, скажем так, с момента входа в компанию, мы выпускаем уже специалиста, который в состоянии назначить встречу. Понятно, что дальше на каждом этапе его поддерживают, сопровождают. Но, в общем, мы за неделю делаем из человека, который приходит в компанию, работа менеджером, уже в боеспособную единицу, скажем так. В целом у нас процесс адаптации более долгий. В течение первого месяца мы активно нашпиговываем менеджера информации. То есть различного рода тренинги, которые касаются как этапов продаж, продукта, безусловно, и так далее. А скажите такой момент. Есть ли у вас, ну, то есть у вас формат рекламы, продажи, он, в общем, ну, наверное, более-менее понятный для клиентов. Есть ли какие-то интересные там спецпредложения, которые для крупных брендов вы готовы делать что-либо там эксклюзивное? И есть ли примеры такие у успешных, удачных компаний? Да. Давайте я два слова скажу тогда про профиль нашего типового клиента. То есть у нас 85% всех бизнесов, мы сейчас сотрудничаем в России, там более 46 тысяч от рекламодателей, конкретно в октябре месяце с нами работают. Это компании с численностью до 15 человек. То есть мы, безусловно, то есть в основном ориентированы на SME-сегмент. Но при всем этом, конечно же, мы работаем с крупными федеральными брендами. Для них есть, ну, большой спектр возможностей на самом деле. То есть это и типовые наши рекламные возможности, и спецпроекты мы делаем. Мы достаточно с пиететом относимся ко всему, что связано с картой, с продуктом в целом. Поэтому каждый раз это отдельные, ну, непростые согласования у нас у 3 с продуктовой командой. Но зато это является гарантией того, что то решение, которое мы выдадим клиенту, оно будет гарантировано работающим. А какой-нибудь, можете привести пример, который там идеям не закрыт, там самый интересный, ну, с точки зрения потребителя? У нас достаточно, как бы, есть там такие интересные кейсы, связанные с продвижением. Ну, можно прямо сейчас зайти посмотреть. Например, когда мы говорим про монетизацию рекавери, у нас есть два типа трафика. Трафик, когда пользователь осознанно ищет конкретную компанию. Например, Сбербанк, давайте. То есть Сбербанк, один из самых популярных запросов не только у нас, но и там, не знаю, в любом поиске. И когда пользователь ищет компанию Сбербанк, в общем-то мы выдадим карточку компании Сбербанк. Но в рамках этой карточки мы имеем возможность, собственно, как Сбербанк, само предложение продвинуть, так и продвинуть, скажем так, не конкурентов, но продукты финансового сектора. То есть они будут, ну, контекстно запросу пользователя, ну, в общем, они не будут касаться товаров прямого конкурента. Такие решения у нас уже есть. Можно посмотреть, ну, в ряде СТО с автодилерами такие кейсы реализованы. В общем, в банковской сфере в том числе. Спасибо.